Би-Би-Си представляет На ее марш. Расследование Олейна Патрик Мелехейт в роли старшего инспектора Олейна Полагаю, что вы будете рады оказаться дома Вас кто-нибудь ждет? Ну, не прямо здесь Хотел бы, чтобы меня ждали Это все моя собственная мина Не успеваю приехать в старушку Англию, как уже уезжаю Заядло путешественник Ну, назад к... как это называется? К аскетизму Я-то думал, что он навсегда от него избавился Мне повезло Занавес опускается Слушайте, это ваши люди? С наилучшими пожеланиями Вы и мистер Трампер можете высадиться на берег трапа по палубе Б по правому борту Спасибо Я подумал, что вы захотите посмотреть газету Лоцман доставил их О, спасибо Ну, посмотрим, нет ли каких хороших новостей для разнообразия Белинда Ланг в роли Агаты Трой Уильям Симмонс в роли инспектора Фокса О, старик Энкрэд помер Кто? Сэр Генри Энкрэд Когда я был ребенком, меня таскали смотреть на него в отелло Или это был Магбет, один из этих парней, что говорят о скучном Умер в свой день рождения, кажется В самом деле, это событие было отмечено показом публики его портрета, исполненного Мисс Агатой Трой, Королевская Академия Можно посмотреть? Вот незадача Ну, кажется, придется подождать, пока вы не сойдете на берег Черт! Слушайте, это была настоящая Панама Ну, полагаю, мне бы не пришлось носить ее еще год или два Думаю, вы можете рассчитывать, по крайней мере, на такой срок Время сходить на берег, мистер Трампер Режиссер Мартин Френт Режиссер Мартин Френт О, да Так скоро вернулись, значит? Прошло два месяца, правда? Не может быть Это мне? Цветы и виан Давно их не видела Наверное, использую его для натюрморта Я бы не возражал против грабителя банков Или даже убийцы Маньяка, скажем Или одного из тех подкаблучников, которые выпроваживают жену из дому при помощи топора Мошенники находятся на самом дне Они источают то, что считают очарованием И это бесконечно Днем и ночью Хватают через край Мне знакомо это чувство Когда я вспоминаю, как делил каюту размером с чулан всю дорогу из... Из Кейптауна Простите? Что? Оу, я просто подумала, что после того, как вы рассказали о своих приключениях в Индии, в Южной Африке Вы удостоите меня вопросом о том, что я делала за прошедшее время Я знаю, что вы делали Правда? Тогда вы умны Вы писали старого актера Энкреда, который взял да умер О, господи! В чем дело? Вы знаете все? Люди читают Таймс Я пытаюсь... Было какое-то ужасное выражение Развести поры и рассказать вам об этом В чем дело? Я ведь не чокнутая Нет, не смейтесь Старик умер Все сказали, что это был испорченный лангуст Но как же тогда насчет красной краски на перилах? Или это жуткая книжица о том, как бальзамировать трупы? И если уж до того дошло, что случилось с мышьяком? Слушайте, в этом есть смысл Умом я его понимаю, просто я не умею рассказывать Однако расскажите Я поняла, что эта ошибка уже тогда, когда не смогла полакомиться сэндвичами Хотела доставить себе удовольствие Копченая лососина Пожалуйста, не подумайте, что у меня дурные намерения То есть, нет необходимости дергать за стоп-кран Он только открыл рот, и дергать за стоп-кран никому бы и в голову не пришло Но нет, началось не с этого Вас попросили написать портрет Да, да, правильно Ну, не умны ли вы? Мне написала невестка сэра Генри, которая ведет у него хозяйство Милимант Милимант? Ее звали Милдред, но старик переименовал ее Они играли вместе в комедии «Так поступают в свете» Как бы то ни было, я не хотела писать портрет, и я сказала им нет В следующий раз я услышала о них, когда увидела Томаса Эккреда у себя в дверях Он младший сын, он продюсер И вы сказали «Да»? Я сказала «Да» обеду Это было в Алианде Еда там с черного рынка Трой Не все проводят оплачиваемый отпуск в Южной Африке И я все равно сказала «Нет» Но почему? Портрет сэра Генри в роли Магбита 6 на 4 футов должен быть закончен всего за неделю Мистер Эккред Противоположность тому, что вы, по всей видимости, слышали Я не маляр Уважаемая леди, простите Видите ли, папе исполняется 75 И он так надеялся, что нация почтит его портретом Увы, нация едва передвигает свои национальные ноги И поэтому папа, как настоящий бравый кавалерист, решил почтить сам себя Деньги не имеют значения Не заинтересовано Ну давайте Что значит неделя? И уверяю вас, вы почувствуете отвращение к нашей семье Нет, простите Что я почувствую? Когда они собираются всем скупом, они могут быть отвратительны Поэтому я предпочитаю жить в Лондоне Конечно, работая до последнего пота, вы не будете много с ним встречаться Мистер Энкред, мне никогда не нравилось работать до последнего пота И я не пишу по заказу, или за установленный срок, или 6 футов на 4 Что же до того, что деньги не имеют значения, очень мило Но к вашему удивлению, я кредитоспособна Поэтому спору нет, вы очаровательны Спасибо Понимаю, как вы оказались в поезде Я Седрик Энкред Так интересно, что вы собираетесь писать портрет дедушки Во всех этих кружевах и перьях Сэр Генри ваш... Да, мерзко, правда? Мама зовут Милимант, она ухаживает за ним А папу, только обещайте никому не говорить Папу звали Генри Ирвинг Энкред Я тоже рисую Правда? Как мило Не как вы, я дизайнер Конечно, в наши дни вокруг все мрачно Но мы потихоньку выкарабкиваемся Господи, вы читали, а я помешал вам Неважно Это преступление против святого духа Несу светная чушь Вам беднее Просите меня, Пенелопа Вы... Вы рисуете для театра? Как мило, что вы проявляете интерес Да, когда дают заказы Которые, если бы старец замолвил словцом, были бы у меня круглый год Только в моем случае старец предпочитает хранить молчание К разговору о том, что кровь не водится О, Господи, не смотрите Что там? Не могу это выносить Каждый раз, когда я вижу его, он становится все безобразнее Да? Там Господи, вечный ужас Замок отчаяния Слушайте, энкриды повалили косяками Привет вам двоим Моя кузина Фенелла Кэрнс Здравствуйте А этот смелый воин мой другой кузен Поль Кэнтиш Здравствуйте Мисс Агата Трой Вы действительно приехали Мы едва можем поверить Дедушка помолодел на 10 лет Тогда как я старею с каждой минутой Скажите, что вы на машине Только двуколка, Седрик У вас с собой много багажа? О, много Ну, багаж отправится на двуколке А мы можем Я отказываюсь идти пешком Помедленнее, скотина Ты прикончишь нас Ты взбесился? Ты, ты, животное Слушай, помедленнее Конечно, весь клан соберется в честь Великого Дня Мама будет здесь Но у папы турне про Ближнему Востоку Турне? Вы хотите сказать, он там с армией? Нет, он там с театром В пустыне? И еще есть моя мать Которая уже здесь Не упоминая тетя Ньвестдевонья Которая никогда не была замужем Но умирает от любви по меньшей мере раз в год Три сестры Хорошая тема для пьесы Неплохая Что это? Противный ребенок только что состроил мне рожу О, это моя младшая сестра Ой, я ужасно извиняюсь Не извиняйтесь Она ужасна Зовут Панталоша Да? Какое милое имя Потому что у маленького чудовища Все время из-под юбки торчат панталоны До некоторой степени в семье я черная овца Потому что я ненавижу театр Не хочу иметь с ним ничего общего Нет, чего бы я действительно хотел Так это пойти в полицию Конечно, с моей хромой ногой это синица в небе У меня есть друг в Скотланд-Ярде Уверен, он будет рад поговорить с вами Это было мило с вашей стороны Он хороший мальчик Когда вы приедете в Энкертен, вы и он Когда я что сделаю? То есть если Если Полин Кэнтиш Мать Пола Играла во множестве этих пьес Где люди все время входят и выходят через балконную дверь Здравствуйте Вы приехали писать папу? Здравствуйте Здравствуйте Мы все сгораем от нетерпения Пол, дорогой, вот и ты Надеюсь, ты не шел пешком со станции С твоей бедной ногой Нет, не лги мне Седрик мне все рассказал Фенелла, дорогая Как ты могла ему позволить? Мама Мне полезно ходить пешком Когда я выписывался из госпиталя Мне сказали Отважный мальчуган Такой смелый мистрой Король Генрих V Возвращается домой После битвы при Азенкуре Простите слезы матери Мы Энкреды И не всегда можем скрыть то, что Внутри Напитки подадут в большом зале Вот и вы Подходите, выпейте рюмочку Боже, я умираю от осталости Этого проклятого пони следует усыпить Седрик Сядь прямо Ты не ребенок Мисс Трой? Я Милли Монт Энкред Здравствуйте, здравствуйте Милли моя мама Мой свекр мечтает встретиться с вами Он надеется, что вы хорошо доехали Все это чепуха Садитесь же, спасибо Фруктовый коктейль, мадам О, отлично Милли, где ты поместишь Мисс Трой? В Бернар или в Сидденс? Дедушка назвал спальню в честь актрис Почему не в Брейс Гёдл? Не обсуждается Потолок течет и там крысы Пока Баркер ищет яд, который он куда-то засунул В Брейс Гёдл мне игры Мисс Трой прекрасно устроится в Сидденс Мы всегда можем переселить дорогую Соню в Брейс Гёдл Как весело Уймись, Седрик Фен, моя куколка Поль Неужели ни один из вас не сказал Мисс Трой о Соне? Она член семьи? Нет, но хотела бы быть Седрик, ты невыносим Соня, протеже нашего старикашки Да? Или если мне позволено прибегнуть к староанглийскому, она его шалость Седрик, ты отвратительен Спасибо, Фенелла, но я полагаю, что наказание привилегия матери Мы все ненавидим её Я не опоздал к фурктовому коктейлю? О, скажите, что его ещё не весь выпили Соня просто обязана выпить Дорогая Седрик, ты приехал в день рождения Нодди Это только базовый лагерь Отсюда начинается восхождение Приготовить альпинштоки Что-то вроде того Боюсь, Баркер отнес ваши рисовальные принадлежности наверх в вашу комнату Я должна первым делом перенести их в театр Театр? У вас есть театр? Ну, не такой, как Королевский театр Друлли Лейн Но вы увидите, что дедушка ничего не делает наполовину У вас будут декорации к Магвету, проклятые вересковые пустоши и всё такое А если сестру Поля юную панталошу удастся заставить позировать У вас даже будет окровавленный младенец И там надлежащее освещение О, Господи, мне нужен дневной свет Окон будет достаточно Мы не экономим Эверест покорён Как мило Я рада, что вам нравится Вы такая милая, что теперь хотела бы я ради вас же самой, чтобы вы не приезжали Ну, надо же Во что я вляпалась? Это моя гнусная семья Я ненавижу их Раньше я так любила дедушку А сейчас он ужасен То есть, как бы вам понравилось, если бы ваш дедушка привёл в дом отвратительную блондинку? Ну, не знаю, моя бабушка не стала бы прыгать от радости, это точно О, простите, это было... Более того, теперь они не дерутся между собой из-за денег Вы только слышали Дитя моё Что если он оставит Энкартон ей, а не... Ужасному Седрику или противные панталоши, или мне? Боже, старухи такие отвратительные Даже мама иногда Она будет здесь в четверг Ну, как сказал бы Седрик, как весело Но... Нет, пожалуйста Я посторонняя, и я не думаю Поэтому-то я могу... Я не думаю, что вам следует говорить мне то, в чём потом будете себя упрекать Или захотите упрекнуть меня Могу я узнать, когда вы обедаете? Восемь тридцать Вы услышите гонг Я больше ничего не скажу Но в этом доме присутствует зло Вы увидите Фанелла Прекрасно сыграно Полагаю, это у них семейное Привет, киса Алиса вниз по кроличьей норе Говорю тебе, это чудо, что я ещё не спятила Ты думаешь, легко жить в этом мавзолее из пары старых перечниц И ребёнком, которому место в цирке? Ты должна попытаться увидеть в этом и светлую сторону Очень смешно Если я тебе действительно не безразлична, ты должен обеспечить мне положение Чтобы на меня не смотрели сверху вниз Ноди Ты передо мной в долгу У девушек есть самоуважение За дверью кто-то есть Это этот ужасный ребёнок Гостиная, мадам Спасибо 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 Вы одна, Местрой? Как мы невнимательны. Совсем нет. Садитесь же. Баркер подаст Шерри, когда все соберутся. Вам нравится, Сиденс? Сиденс? О, вы имеете в виду комнату? Да, она совершенно... Вы что-то сказали? Простите. Древнее искусство бальзамирования трупов. О, Господи. Похоже на одно из наших сокровищ. Можно? Да, так и есть. Неудивительно. Простите? Вчера я вошла сюда как раз в тот момент, когда подруга с эрогеной сидела здесь с очень красным лицом. А смелюсь предположить, что она взяла ее в библиотеке. Она очень ценная. Надеюсь, вы меня извините, если я скажу, что не вижу другой причины, по которой она могла привлечь внимание мисс Сонни Оринкор. Вряд ли кто-то решится упомянуть ее имя в связи с книгами. В особенности с книгой об искусстве бальзамирования трупов. Папа спускается. Черт. Это значит, что Сэдрик опоздает. Боюсь, что так. Он все еще был в ванной, когда я пытался туда попасть. Едва ли это способ сохранить папину благосклонность, да, Милле? О, прекрасно. Его еще нет. Я спустилась по задней лестнице. Это известный выход из положения. Добрый вечер, мистер Кэртиш. И вам доброго вечера, мисс Кэрнс. Что это, мой дорогой? Снова проказы? Маме сказать не надо? О, боже. Значит, это наша знаменитая художница. Я восхищен. Восхищен. Надеюсь, не измените своего мнения. Я уверен. Я уверен. Миллемонт. У меня было впечатление, что Сэдрик приехал к нам из города. Ему нужно было написать важное письмо. Возможно, он не услышал гонг. В какой он комнате? Думаю, в Гаррике. Тогда он совершенно точно слышал гонг. Баркер, окажите мне услугу. Дайте виски с содовой. О, папа. Доктор Матравис ясно сказал. Один небольшой бокал, шерри или вина, но не... Стоп! Хватит! Иди, Баркер, подкрепи меня вином. Вы видите, дорогая мистер Кэрнс, как старик отступает от своего упорядоченного образа жизни в вашу честь? Папа, это очень плохо с твоей стороны. Тебе бы пошло на пользу, если бы... О, мой бог. Обожаю, когда люди рады меня видеть. Ноди, дорогой, когда аплодисменты поутихнут, я бы хотела Джина с Тоником. Она надела... Дорожайший дедушка, я ползу, я присмыкаюсь. Кто-нибудь, пошлите Баркера за власеницей. Великий. И скажите, что Сэдрик прощен. Дорогая Соня, подхватайтесь у тебя за меня. Умолите дедушку. Сэдрик, ничего не говори. Мой бог, Сэдрик. Она надела парадную брошь бабушки Энкрэд. Мило, правда? Я просто угораю. Но... Помолчите, сэр. Время обедать. Баркер, ты можешь подать мой виски с содовой в столовую. Милая леди, позвольте. Ноди? Мне не дали мой апперип. Мой апперип. Выпить. За это ты должна ругать его. Он поздно спустился. Баркер, ты не сжалишься над мисс Оренкур. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Глупый маленький обед, как сказал бы старый Капулетти. Тем не менее, начнем. Опа-па, как ужасно. Кто же это мог? Отвратительно дитя, кто же еще? Какие могут быть сомнения? Она заслуживает порки. Не упоминая лишения наследства. Это не следует позволять. Вот уж не следует. Я ужасно недоволен. Вот до чего дошло. Больнее, чем быть... Думаю, это называют подушка-пертушка. Больнее, чем быть укушенным змеей, и иметь неблагодарного ребенка. Я уверена, Панталоша хотела пошутить. Пусть неблагодарную приведут ко мне. Папа, она уже в постели. Если не улетела на метле. Мы не знаем точно, что это сделала Панталоша. Мы узнаем. Завтра мы узнаем. Давайте обедать. Да, так. Пока мы не начали, у меня есть повод сказать что-то, что может порадовать нас всех. Подвиг Геркулеса, я думаю. Что вы скажете, Местрой? Послушаем его? Ну... Да? Тогда ладно. Фенелла и я собираемся пожениться. О, Поль! Негодяи, боже мой. Думаю, поздравления были бы уместны. Никогда. Никогда, 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 никогда. Король Лир, Акс Пятый, Сцена Третья. Фенелла, Полли. Как вы могли. Теперь все накрылось. Думаю, он пошлет за старым Раписбоном и снова изменит завещание. Да, пожалуйста, все равно. Полли, не смей так говорить. О, Господи. Несовершеннолетние и двоюродные родственники. Это благодарность матери. Седрик, прекрати. Ты тоже, Поллин. Фенелла, Полли. Вы хотите настроить его против собственной семьи? Это одна из вспышек его гнева, вот и все. Потому что мы не пошли к нему и смиренно не попросили благословения. Он не огорчен. Все это игра. Вам не следует писать его в роли Магбета Мистрой. На самом-то деле он проклятый старый король Лир. Больнее, чем быть укушенным змеей. Что же касается настраивания против семьи, он уже против нее. С тех пор, как он привел в дом эту девку, пергидролевую охотницу за деньгами, на 50 лет моложе, чем... Фенелла, дорогая. Ноди? Батюшки Светы, что случилось? Ноди? Ноди! Ноди? Ноди, дорогой, что случилось? Дедушка, скучная старая задница. Кто же это? Угадай в 20 раз, дорогая. Что это? Грин? В этом доме? Конечно же, это красная помада. Не думаю. Позволите? Нет, это масляная краска. Кадмин красный. Детали несущественны! Мой адвокат приедет к ланчу. Думаю, все были рады рано пойти спать. Я точно была. Красная краска. Темный кармин. Интересно, почему мне сначала показалось, что это кровь? Я утомила вас, простите. Самую малость. Ну, думаю, мы достаточно сделали на сегодня, по крайней мере, вы. Я вспоминал свой текст. С 1904-го я исполнял эту роль шесть раз, и всегда это было потрясающе. Эта пьеса не была для меня несчастливой. О, да, я слышал о предрассудках, связанных с Макбитом. Дурная примета, цитировать оттуда. Или произносить название. Его называют шотландская пьеса. Мне позволено взглянуть? Ну, боюсь, это только общий замысел. О, умница. Да, я сделал хороший выбор. Так, на дорогу надо пожелать, чтобы не жали новые уборы, ведь старые нам были больше в пору. Благослови вас, Бог. Зажги во мне огонь, затем прощай. И улыбнёмся, снова повстречаясь. А нет, мы хорошо расстались. Что такое? Вам не понравилось? Нужно счищать лишний уголь, иначе он смешается с красками. Ты здесь уже долго? Целую вечность. Я притаилась, потому что мне не разрешают. Меня зовут Патриция Клавдия Эллен Анкрит Кертиш. Ну, об этом я догадалась. Вы не могли догадаться, потому что все зовут меня Банталоша. Это ваши краски? Да, руки прочь. Я буду ими рисовать. И не надейся. Если не позволите, я убью вас. Не будь дурой, и оставь... Ба, ты маленькая. Вы не можете отшлёпать меня, меня воспитывают по системе. На самом деле... Ну, преподам урок твоей системе. О, чудовище, больно! То, что надо. Так вам и надо, если заразитесь. Заражусь чем? Вам не сказали? Меня отослали из школы домой. У меня стригущий лишай. Хотите посмотреть? Нет! Послушай, если ты обещаешь не брать мои краски, я дам тебе картон и кисточки, а ты сможешь пойти и нарисовать картину. Когда? После обеда? Сейчас! Хочу много красного. Мне нравится красный. А я думала, ты его уже взяла. То есть краску, которую ты испачкала перила у моей спальни. Я? Я не знаю, где ваша комната. И сделала надпись на зеркале твоего дедушки. Не собираешься же ты говорить, что это не ты положила эту ужасную подушку на его кресло. Ту, что издала отвратительный звук. Правда? Почему я все всегда пропускаю? Так нечестно. Думаю, именно тогда я поняла, что происходит что-то очень плохое. Панталоша была вполне способна лгать. Но почему-то я знала, что она говорит правду. Она не участвовала в этих идиотских розыгрышах. Но если это не она, кто тогда? И зачем? Четверг, как и ожидалось, приехала мать Фенеллы, Джанетта Кэрнс. Встречаем ведьму номер три. Простите? О, вы имеете в виду трех богинь судьбы? Не совсем, нет. Их четыре. Та, которую они зовут Дейзи, еще не приехала. Дез Демона. Все равно, Миллимант не сестра, она свояченица. Поэтому есть ведьма-один, ведьма-два, ведьма-три, ведьм... Разве вы не ноди рисуете? Рисунок акварелью освежает голову, а сэр Генри не может долго позировать. Он, знаете ли, больной. Не может есть ничего тверже детской еды, иначе его начинает тошнить, как... Доброе утро. Доброе утро. Как собаку. Как суку. Видели эти чертовы манеры? Она такая же противная, как остальные, полночеванство и спейси. Они все ненавидят меня. Неужели можно подумать, что я хочу торчать в захолустной крысиной норе? Подумать только. Нечего делать и так целыми днями. И вы останетесь здесь? А как же еще? Я девушка нежная. Астма. У меня с детства. Думала, что смогу гастролировать с ассоциацией зрелищных мероприятий. Знаете, ассоциация мерзких зрелищ. Но как только я открывала рот, чтобы петь, мальчики в оркестре жаловались, что не слышат, что сами играют. Поэтому, когда Ноди заинтересовался мной и попросил сюда приехать, мне пришлось себя ущипнуть. Знаете, это был как праздник. Рождество, троицы и банковские каникулы одновременно. Заметьте, что бы я ни получила, я это заработала. Он единственный из них, кому я сочувствую. Думаю, он слегка, но вы понимаете. Что ж, все это театр жизни, так ведь? Знаете, он ночами не спит. Боится, что Ноди оставит всю ребенку. Панталоши? Я думала, она в опале. Ну, ей не следовало бы рисовать на зеркалах, правда? Или мазать краской перила. Вам Панталоша сказала, что она это сделала? Когда же? О, я пойду внутрь. Этот свежий воздух. В пятницу незамужняя сестра Дездемона приехала вместе с Томасом Энкредом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в субботу, Адрик, Криво, 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 Криво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в субботу адвокат мистер Ракисбон приехал из города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сбор гостей был закончен, как в скорости и портрет сэра Генри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старикашка просит извинений. Заперся с мистером Ратисбоном. О. Чем-нибудь могу помочь? Так. Да, вы не постоите вместо него. Я? Я как раз заканчиваю святотень на его плаще. Он там. Вы не возражаете? Возражаю. Я на седьмом небе. Как-то так? Я эффектен? О боже. Послушайте. Не попробуете ли встать на ящик? Вот. Теперь пусть плащ спадает естественными складками. Поднимите правую руку, как будто у вас в руке кинжал. Так. Позвольте привести вас в порядок. Никогда раньше не позировал. Ну, не для портрета. Не трудитесь разговаривать со мной. Вот именно. Ну ладно. Вы знали, что дом просто бурлит от интриг? Единодушное мнение, что новорожденный использует возможность объявить новое завещание. Вы шутите? Это будет коронный номер, гвоздь программы. Вы говорите, что сэр Генри... Пожалуйста, стойте спокойно. Что сэр Генри унижает свою семью? О да, он все время это делает. Он это обожает. Он часто меняет завещания? В среднем каждые два года. Что-то вроде официального представления. Слушайте, дайте хоть глазком взглянуть. Закрытый просмотр для меня. Ну дайте. Стойте спокойно. Я еще не закончила. О мой бог! Это он! Это же... Настоящий театр! Это Шекспир! Это Магбет! Это он! Какой сплав! Мне даже страшно. Сначала папа провозгласил тост за короля, затем один из нас за папу. В прошлый раз это делала Панталоша, но из-за лишая и этих розыгрышей она вычеркнута из списка, так что... Послушайте, не может быть, неужели это лангуст, Милли? Не вини меня, он настаивал. Они называют это лангустом. Да это такой же лангуст, как я сам. Неизвестная ракообразная от антиподов. Баркер шампанского! В чем дело, парень? Милли, ты должна пресечь это твердой рукой. Моя рука ослабела от бурсита. Если кто-то хочет подхватить и взвалить на себя эту ношу, пожалуйста, я стану счастливейшей женщиной в Англии. Ерунда, Милли, ты преуспела в этом. Я бросила театр ради него. Он все еще у меня в крови. Я всегда считала, что после того, как Глэдис Купер уехала в Голливуд, осталась пустота, которую ты прекрасно могла бы заполнить, Милли. Спасибо, Дэйзи. Не говоря уж о приятной внешности. Шампанское и лангуст. Мы еще об этом услышим. Это ему очень вредно. Катастрофически. После того, как сэр Генри провозгласил тост за короля, поднялся Томас Энкред. Он говорил красиво и по традиции произнес тост за сэра Генри. Настало время, когда... Я прошу всю компанию выпить за папина здоровье. За папу. За папу. За дедушку. За дорогого Нодди. Чтоб держал хвост пистолетом. Такой нищий, как я, беден даже благодарностью. Но я вас благодарю. Нет аудитории столь дорогой и столь близкой для старого актера, как его родные и близкие. Будьте здоровы. Скоро все мы отправимся в театр, чтобы снять покрывало с плода великих стараний нашей очаровательной художницы. Верно, верно. С моего образа, который я, с вашего позволения, намерен подарить нации. Браво, браво. Однако, перед тем, как мы усладим наши очи, я бы хотел кое-что сообщить. Я буду краток. Простите. Мое сердце полно. Для меня огромное удовольствие объявить, что мисс Соня Оренкур сегодня оказала мне громадную честь... О, нет. Согласившись стать моей женой. О, Ноди. О, господи. Мне показалось, что я слышу, как аплодируют на галерке. Поздравления, папа. Спасибо всем. Я тронут. А теперь перехожу к причине, по которой наш добрый мистер Раттельбон украшает наш праздничный стол. В последнее время со мной обращались неуважительно. Нет, дерзко. За мою доброту мне отплатили низкими оскорблениями. Все вы здесь меня знаете. Все вы знаете, что тех, кто не любит меня, и я не люблю. Я намеревался попросить мистера Раттельбона составить заново мое последнее завещание. Но с тех пор, как я завоевал сердце мисс Оренкур, в моей душе возродилось божественное прощение. Я стал милосердным. Теперь я попрошу мистера Раттельбона огласить условия моего нового завещания. С вашего любезного разрешения. Я, Генри Освальд Энкретт, баронет, находясь в здравом уме, объявляю свою последнюю волю и завещание, отменяя настоящим все предыдущие. Если бы новое завещание инсценировали в Эст-Энде, оно бы не сходило с подмозков. Получало бы, как это называют, восторженные отзывы. Оно предусматривало, что Миллимант и три дочери Сэра Генри наследуют крупные суммы. Ни у кого не было причин возражать. Оставшаяся часть моего имущества должна быть разделена поровну между моим сыном Томасом Энкреттом, моим внуком Сэдриком Энкреттом и моей невестой мисс Сони Оренкур. Затем, когда завещание было прочитано, мы всей толпой пошли в небольшой театр на первое представление портрета. Вам, милая леди, почетное место! Если вы все сядете... Сэдрик, мой мальчик. Я готов, дедушка. Час пробил. Актер может заставить аудиторию смеяться и плакать, дрожать от ужаса и сердиться. Но чего он не должен делать, так это мучить ее. Правильно, правильно. Да будет так. Полная готовность. Свет, Сэдрик. Занавес! Краска еще не засохла. Я сделаю. Никакого вреда не нанесено. Нет, не используйте его. Вы его испортите. Вот. Я требую узнать имя автора этого кощунства. Это не Панталоша. Она была в постели с 7 вечера. Она несколько дней подряд рисовала зеленых коров. Я ее видела. Сама ты корова. Из-за лекарства, которое она принимает, она спит как убитая. Ребенок не мог этого сделать. Ноти, ты слышала это? Эта сука назвала меня коровой! Я иду спать! Ты собираешься позволять оскорблять меня этой... Я расстроен! Я действительно нездоров! Оставь меня! Я иду один! О нем надо позаботиться, простите. Все это случилось ночью. Конечно, я не осталась. Во-первых, моя работа была сделана, и мне нужно было уезжать в любом случае. Притом, я была чужой в доме, который по определению был домом скорби. Ну, думаю, это все. Спасибо, Баркер. Вы были очень любезны. Я был очень рад, мистерой. Надеюсь, скоро снова вас увидеть. Спасибо, Баркер. До свидания. До свидания. Мортимер и Лоум. Организация похорон и бальзамирования. О чем вы думаете? О Макбете и искусстве бальзамирования. Но кто бы мог подумать, что в царяке так много крови. Розыгрыш, вы сказали. Испражняющиеся коровы. Только одна, сэр. Книга. Книга по бальзамированию трехвековой давности и пропавшая бутылка крысиного яда. Шатки основания, не думайте. Едва на ногах стоят. Едва ли достаточно, чтобы ехать в Энкарта намутить воду? Да, сэр. Вот только... Ну... Я многого еще не знаю о мисс Трой, но... Я склонен доверять ее инстинктам. Надежный свидетель? Сэр. Ну, то есть она наделена воображением? Ну, конечно. Она же художник и хороший художник. Но если вы подразумеваете, впечатлительно ли она... Нет. Отлично. Тогда не обижайтесь, мой дорогой Алейн. Но, возможно, вы или мисс Трой сможете объяснить вот это. Видели утреннюю Таймс? Еще нет, сэр. Что ж, согласно вам, или скорее согласно мисс Трой, сэр Генри Энкард составил завещание, в котором разделил свою собственность более или менее в равных долях между членами семьи. С доли отходящей этой... Его подруги, мисс Соня Оринкур. Да, он сделал такое объявление. Тогда он их всех обманул. Согласно Таймс, Соня Оринкур получает все. Что? Плюс-минус тысяча или около того. Похоже, он одурачил свою семью. Чего теперь стоит рассказ о равных долях для всех? Но этого не может быть. На праздничном обеде леди не могла ослышаться. Исключено, сэр. Сэр. О, послушайте, старина, я не вижу никакой причины ехать в Энкартон. Ему было 75. Как говорят, он съел или выпил то, что ему не следовало есть и пить. Его предупреждали, что может случиться. И это случилось. Он умер. Он мертв. И похоронен. Так? И у нас нет оснований для аутопсии. Так что оставим его лежать. Не надо причинять семье больше страданий, чем у них уже есть. Из того, что я слышал, сэр, они недолго будут носить траур. Вообще-то я говорил о завещании. Входите. Простите за вторжение, сэр. Но, зная, по какому делу здесь старший инспектор, я подумал, что вы захотите знать, что к нам обратился мистер Томас Энкретт. Они получили письма, сэр. Анонимные, адресованные всем членам семьи. Намекают на нечестную игру. Когда я думаю, через какие несчастья ты заставила меня пройти, я чувствую такое дьявольское возмущение. Я... Если вы сомневаетесь, мистер Фокс, всегда ставьте тетушку Чарли. Никогда не проваливается. А, вот они. Их восемь. Все одинаковые. Спасибо. В смерти сэра Генри Энкредта виновен человек, который получил от нее наибольшую выгоду. Инспектор, вы в этом оракул. Конвертов нет, мистер Энкредт? Я их выбросил, извините. Но на почтовых штемпелях стоял Мидхэмптон, ближайший к нам город. А получатели? Они пришли вчера во время завтрака. Позвольте, Милли получила и Полин, Джанетта и Дейзи, она Дездемона. Седрик, он теперь сэр Седрик, следует упомянуть его и меня, конечно. И молодую пару Финеллу с Полем. Но не мисс Оренкур, Соню. Нет, не Соню. По этому поводу семья первый раз в жизни пришла к полному согласию. Вы имеете в виду, что мисс Оренкур та особа, на которую указывают в письмах? Несомненно. Вот потеха. Спасибо. Инспектор, удивите нас. Старый магический кристалл сегодня затуманен, сэр. Второсортная бумага, вырванная из блокнота. Из любой канцелярской лавки или из захолустного магазинчика. Спасибо. Мистер Энкред, вы согласны с плохим мнением вашей семьи о мисс Оренкур? Хотите спросить, думаю ли я, что она убила папу? Ну, теперь это сказано вслух. Сначала я так не думал, но теперь... Теперь? Ну, полагаю, настало время для курса театрального искусства. После того, как пришли письма, атмосфера накалилась. Соня сказала, что скорее умрет, катаясь под дождем, чем будет терпеть наше отвратительное общество минуты дольше. Конечно, когда есть такой замечательный шанс, вы можете рассчитывать, что Энкреды его не упустят. Никто прямо не говорил, что Соня отравила папина горячее питье перед тем, как пойти спать. Но казалось нерациональным не использовать то, что ее нет дома, для того, чтобы обыскать ее комнату. Сам я мало занимался поисками, я не любопытен. Помимо этого, я не был уверен, что мы ищем. Седрик. Так случилось, что именно Дези достался приз. Она нашла его. Что же она нашла, мистер Энкред? Подождите. Я спрятал его от греха подальше. Это крысиный яд, который никто не мог найти. Узнаете, что ребята из лаборатории смогут сказать об этом. Но на первый взгляд ее не открывали с тех пор, когда Маделайн Смин дал омышьяк своему любовнику. Вердикт шотландского суда был, вина не доказана, сэр. Какой же вы мелочный. Осторожно. Что? Мистер Олейн. Я буду урать из Бона. Проклятье, я упустил его. Могу я помочь, сэр? Мне пришло в голову спросить, в случае с папой, будет ли... Ну, знаете... Будут ли проведены исследования в фамильном склепе? О, еще слишком рано. Всему свое время. Нет, что хотел сказать. Вы, наверное, захотите найти в теле признаки отравления. Вы думаете, сэр, что мы торопим события? Нет, вы не понимаете, к чему я клоню. Да и как бы вы смогли понять? Как бы выразиться? Для вас вообще имеет значение? Доставит ли затруднение тот факт, что мы забальзамировали его? Никакой загадки, старший инспектор. Основываясь на черновиках, написанных сэром Генри, я составил два различных завещания. Два? Необычно. Возможно. А возможно и нет для человека, находящегося в нерешительности. Сэр Генри был не уверен в ближайших родственниках. Играете в карты, старший инспектор? Боюсь, что так. Сэр Генри подстраховался. Одно из завещаний было подписано и засвидетельствовано перед обедом. Я огласил его условия в присутствии семьи. Позднее той же ночью он уничтожил его. Из-за портрета? О, вы знаете об этом. Летящая корова, да. Ребячество, согласитесь. И тем не менее, когда он послал за мной той ночью, я обнаружил его в большом волнении. Он сжег завещание. Первое завещание. Точно же. Затем, по его настоянию, я послал дворецкого за мистером и миссис Кэнди. Кэнди один из помощников садовника. Они засвидетельствовали второе завещание, которым все было оставлено мисс Оринкур. Молодую леди зовут Хоукс, старший инспектор мисс Глэдис Хоукс. Правда? Да, эти фальшивые создания. Думаю, вы согласитесь, что имя Оринкур звучит более громко. Нет, ей было оставлено не все. В завещании были другие незначительные распоряжения, очень незначительные. Вы хотите сказать, едва ли... Именно, едва ли стоящие упоминания. Вы это собирались сказать, старший инспектор? Слушайте, мне жаль. Вы что-то сделали? Я имел в виду, что вы участвовали в этом, пусть даже как свидетель. Спасибо, что сказали это. Я упомянул, что не считаю, что людям следует вешать других людей. Уже уверены? У меня чувство, что мне следует это запомнить. Что ж, оставив в это в стороне, скажу, что я рада, что не работаю в полиции, как вы. Вы умываете руки. Как по-женски? Это же именно вы первые пустили лису в курятник. Что смешного? Я представила вас в Энгертоне. Это вы, мой дорогой старший инспектор, будете курицей среди лис. Вы тоже это видите? Нет, не сказал бы, что вижу. Оу. Думаю, что вижу. Подбросим? О, да. Почему бы и нет. Орел. Орел, ваш выход. Обожаю смотреть, как работает художник своего дела. Добрый день, сэр. Могу я вам помочь, сэр? Надеюсь на это. Интересно, у вас есть что-нибудь, что может утешить маленькую девочку, которая немного больна? Ну... Это маленькая непоседа. Говорит, что хотела бы сыграть шутку над доктором Мал Трависом. Шутку? О, ему это не понравится. Не понравится? Нет, он не подходит для шуток. Ну, я просто заметил эти подушки-пердушки в вашей витрине. О, это ему действительно не понравится. Это несколько грубо, знаете ли. Но до чего же Тесен Мир? Не поверите, но я продал одну такую пару недель назад. Для маленькой девочки, которая была больна. Ну да. Мы покупаем для ребенка из большого дома. Вы хотите сказать из Энкертона? Тот подарок тоже был для нее. Что ж, если это для нее, они зовут ее Панталоша. И она действительно непоседа, тут вы правы. Ну, боюсь, у нее уже есть одна такая. О, боже, боже, какая неприятность. Хотя не важно. Как я всегда говорю, ребенку не нужно иметь слишком много подушек-пердушек. Я все равно возьму ее. Подождите-ка минутку. Малышку-панталошу держат на карантине. Не хотите ли вы сказать, что юная проказница удрала, пришла сюда и купила ее сама? Господь с вами. Нет, сэр, нет. Нет, ее тетушка купила. Ее тетушка? Правильно. Ее новая тетушка. Ты должен быть Панталоша, потому что так там написано. Кто такой Карабас? Это твой котенок? Он не был котенком, он был котом. Он был котом Нодди, только он любил меня больше, чем Нодди. Он любил меня больше, чем всех остальных. Я была его другом, и я не могла заразить его лишаем. Ненавижу тети Милли. Ненавижу всех их. Они говорят, что я убила Карабаса, заразив стригущим лишаем. Держу пари, и ты этого не делала. Я могу заразить лишаем вас. Ты заразишь меня лишаем, я заражу тебя флюсом. Что ж, я хочу сейчас поиграть. Возможно, ты захочешь остаться здесь и поиграть с инспектором Фоксом. Он играет в счастливую семейку? Играет? Да он изобрел ее. Продолжайте, инспектор. Да, почему бы и нет. Спасибо. Спасибо, нет. О, подождите, их снова делают? Спасибо, да. Мой дядя Томас привозит печенье по выходным. Он говорит, надо знать, где искать. Сэр Седрик, это справедливо не только в отношении бисквитов. О, боже, я навеял тоску? Пожалуйста, не подумайте, что я здесь по какой-то другой причине, чем это дело с анонимными письмами. Это преступление? Это нарушение общественного порядка? Порядок в этом доме? Никто не возражает, чтобы ответить на пару вопросов? Совсем нет. Вечером, в день своего рождения, кажется, сэр Генри достаточно хорошо чувствовал себя за обедом. Откуда нам знать? Он слишком потакал себе, он съел консервированного лангуста и выпил шампанского. И то и другое ему безоговорочно запрещено. А позднее, то есть после ужина, он принял лекарство от несварения желудка. И у него всегда было горячее питье, чтобы выпить перед сном или если он проснется ночью. Горячее питье, приготовленное кем? Милли, ты приготовила его, ведь так милее? Нет, Дженни, не готовила. После смерти моего мужа я веду хозяйство у своего свекра. Заятие такое же тяжелое, как и неблагодарное. Завела свою песню. Я любила папу. Он мог сделать жизнь тяжелой, но были небольшие услуги, которые я оказывала ему не ради благодарности. И да, я готовила для него горячее питье, но в последнее время, с папиного согласия, одна особа узурпировала эту обязанность, как будто имела право. Вы имеете в виду мисс Оренкур? Милли, ты не говорила. Надеюсь, у меня тоже есть своя гордость. Именно мисс Оренкур приготовила ему горячее питье тем вечером. Об этом надо спросить Баркера. Да, мадам. Мисс Оренкур разогрела питье, а я отнес его в комнату сэра Генри в термосе и поставил его у кровати. Он отказался выпить его сразу же. Он был, если сэр Седрик простит меня... Немного с приветом, сэр. А лекарство от несварения желудка? О, его не надо было уговаривать принимать его, сэр. Боли, которые терзали его, были ужасны. Взвесь магнезии держали у его кровати, сэр. Как и... как и термос. О, боже. Баркер, неужели необходимо рыдать? Я надел на него его пижаму и халат, сэр. Как я уже сказал, он не притронулся к питью. Он продолжал кричать на меня. Говорил, чтобы я привел мистера Ратисбона, его адвоката, сэр. Да. Баркер, вы не можете просто повторить, что было на этом столе. Лекарство от несварения желудка, сэр, стояло на подносе. И термос с горячим питьем. Чашка и блюдце. О, и ложечка для лекарства, сэр. Спасибо. И, конечно, все это с тех пор уже вымыли. Вымыли и использовали снова, сэр. Здесь все было разлито. Лекарства, термос, все. Здесь был потрясающий беспорядок, сэр. Он налил немного своего молока в блюдце для кота, сэр. Кота Карабаса? Да, сэр. И чашка, и термос, и бутылочка лекарства были опрокинуты. Нам пришлось оттирать следы карболкой. Спасибо. Баркер, что это? Это было в руке старого джентльмена, когда мы нашли его, сэр. Когда я нашел его. Это кнопка звонка, сэр. Нам пришлось разжимать его пальцы. В своих мучениях, сэр, он, должно быть, сорвал ее со шнура. Вы развинчивали ее? Я так и нашел ее, сэр. Спасибо. Знаете, Баркер, думаю, нет нужды утруждать вас. Очень обязан. Хорошо, сэр. Черт. Кто вы и какого дьявола вы делаете? В данную минуту, сэр, я играю в счастливую семейку. Не дашь ли ты мне... Миссис Нипп... Жену Портнова. Нет, вы снова забыли сказать, пожалуйста. Так что мой ход. И кажется, мне не очень везет. Сэр, я спрашиваю, надеюсь, вежливо. Что за дела у вас с моей пациенткой? Вы журналист? Я? О, боже, нет, сэр. Я из Котланд-Ярда. Из... А вы, полагаю, доктор Малл Травес. Какая счастливая встреча. Старший инспектор Алейн будет рад. Хорошо. Итак, второе завещание было подписано в этой комнате. Так, после того, как мистер Ратис Бон ушел, что затем было? Что значит затем? Я дала Ноди горячее питье, поцеловала и отправила баньки. И ушли? И ушли. Он выпил свое горячее молоко, пока вы были с ним? Выпил и был доволен. А как насчет его лекарства? Не лекарства. Люди думают, что я бесчувственная, у меня есть чувства. Он был милым, а теперь его нет, и деньги не восполнят этого. У меня никого не осталось. Он умер, потому что был болен. И полиции нет нужды шнырять тут и задавать вопросы. Хорошо, вы были весьма откровенны со мной, мисс Уринкор. Я была откровена с вами, потому что мне нечего скрывать. Я намерен также быть откровенным с вами. Одна из причин, почему я здесь, те розыгрыши, которые вы устраивали сэру Генри. Едва ли нужно спрашивать, зачем. Вы хотели, чтобы обвинили девочку Панталошу, разве не так? Я знала. Он сказал вам. Что ж, по делу мне. Я думала, что у меня есть один друг в этой сумасшедшей семейке. Вижу, какой дурой я была. Полагаю, вы имеете в виду сэра Седрика Энкреда? Сэр Седрик. Баронет. Или следует сказать Баронесса? Ничтожество червяк. Боже, он хуже этих чертовых женщин. Что ж, я посмеялась над ним и над деньгами. Слушайте. Позвольте-ка я расскажу вам о нем. Представьте, как он сидел часами до поздней ночи, составлял новое завещание, лишая наследства свою плоть и кровь. Что ж, как я понимаю, оба завещания были заранее написаны тем вечером. Знаете, я думаю, это хорошее доказательство того, что его вынудили. Вы имеете в виду мисс Оринкур? Да. Тем самым... Что такое, Дейзи? Иногда, старший инспектор, смерть приходит не как враг, а как друг. Днем они говорили и думали о деньгах, ночью грезили о них. Но для того, что вы назовете убийством, есть более сильный мотив, чем жадность. Это любовь. Из-за нее я сделала то, что было нужно сделать. Думаете, я могла переносить вид моего дорогого коллеги и его постоянную боль? За какую женщину вы меня принимаете? Должна я была смотреть и... И видеть его заключенного в темницу, его искалеченного тела. О, Боже, я ненавижу самолеты. Вы хотите сказать, это был несчастный случай? Остальные, его преданная семья. Они хотели, чтобы он умер, и они могли бы получить наследство. Но я... Я хотела для него покоя. Вот почему я сделала это. Но я рада, слышите? Рада. 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 Вы, конечно, захотите, чтобы я пошла с вами, старший инспектор. Я должна попрощаться. Могу я просить вас дать мне пять минут? Я вернусь. Даю вам слово. Вы когда-нибудь слышали о пьесе «Перед заходом солнца», старший инспектор? В духе Сомерсета Моэма. Мне веру хотели показать в этом году, но... антрепренеры струсили. Бедная Дездемона. Она просто умирает по этому монологу в третьем акте. Содовый? Нет. xes вне згодом солнца. Скไมчiciones. Я извините за spread. В турке. От Убилегет. Андрей страдал от язвы желудка и нарушения сердечной деятельности. Он съел какую-то ужасную еду, выпил шампанского, и с ним случился один из его приступов ярости. Я диагностировал приступ гастрита с последующей остановкой сердца. Я придерживаюсь этого. Была найдена банка крысиного яда. Чепуха. В комнате мисс Оренкур. Дважды чепуха. Я склонен согласиться. Вся семья возмущается ею. Не без оснований, признаю, но... Вы согласны? Банку не открывали несколько недель, если не месяцев. Полное поражение. Не обязательно. Яд в Энкертоне можно было найти где-нибудь еще. Это слова прирожденного пессимиста. Или мне следует сказать оптимиста? Со всем уважением, сэр. Трижды чепуха. Теперь, если вы меня извините, в этом чертовом выводке болванов у меня есть еще один, и пока живой пациент. Конечно. Как там стригучий лишай? Идет на поправку, сэр. Медленно, но верно, Талли творит чудеса. Дайте только время. У нее прекрасно выпадают волосы. Ее волосы? Это депиляция, знаете ли. Вот как? Бедный ребенок. Неудивительно, что она в дурном настроении. Доктор. Талли ведь успокоительное средство. Цветочная комната может показаться странным местом, чтобы хранить лекарства. Я хотел уберечь их от маленьких пальчиков. Панталоша Патриция куда угодно доберется. Там две бутылки. Одна почти пустая, другая еще не открыта. Я нашел их. Держите покрепче, если не возражаете, сэр. Спасибо. Молодец. На обеих написано «Яд». Естественно, поскольку это яд, крошечную дозу растворяют в воде. Я использую глазную пипетку. И, как вы видите, аптечная печать еще не сломана. Несомненно, запечатана. Миссис Кэнтиш, помогите мне. Возможно ли, чтобы кто-то отлил часть лекарства Панталоши без вашего ведома? О нет, я бы заметила. Даже если бы в оставшуюся жидкость добавили воды... Какая странная идея. Старший инспектор, чему вы клоните? Я... ерунда, уверяю вас. Я самый доверчивый человек на свете. Ну, по крайней мере, в Скотт-Лун-Ярде. Спросите у инспектора Фокса. Фокс? Это... торф из цветочных горшков. Именно так, мадам. Миссис Кэнтиш, могу я... забрать это? А пустую я с радостью оставлю. Старший инспектор, это... четырежды ерунда, уверен в этом. Позвоните из гостиницы и хорошенько проверьте, что вас не подслушивают. Думаю, вторую эксгумацию мы проведем сами. Какую вторую? Кота Карабаса. Приезжайте, я пройдусь, мне полезно. Кстати, в... цветочной комнате вы положили в карман торф? Нет, сэр. Кусочки восковой печати. Имя вам Фокс. Итак... Итак, это финал. Занавес опущено, освещение погашено. Прощайте, мисс Соня Оринкор, покойтесь с миром. Покойтесь с миром? Это угроза, сэр? Что? А я хотел сказать, что умываю руки в отношении мисс Хористки в третьем ряду. Говорила доносчица. Вообще-то, сэр Седрик, кажется, мисс Оринкор думает, что это вы донесли на нее. Наверняка. Вы с ней сговорились. Вы хотели, чтобы Панталушу вычеркнули из-за вещания ее деда, и поэтому устраивали эти шутки. Как их там? Подушка-пердушка, надпись на зеркале, испорченная картина. Нас отправят в тюрьму? Прошу. Вы пали жертвой собственных интриг, сэр Седрик. Лекарство Панталуши имело снотворный эффект. Бедная девочка спала и не могла испортить портрет, поэтому это сделал кто-то из взрослых. Сэр Генри понял это. В гневе он разорвал первое завещание и подписал второе. И оно будет опротестовано. Могу вас заверить, старший инспектор. Мы обвиним эту женщину в злоупотреблении влиянием. Но, Седрик... Эти отвратительные шутки. Ты связался с этой женщиной. Он собирался оставить все этой малявки. Мамочка, не ругай меня. Что еще я мог сделать? Боже, Седрик, ты дурак. Седрик... Седрик... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что ж, это, конечно, убийство. Кнопка от звонка доказывает это. Винт был выкручен. Поэтому кнопка просто снялась со шнура, когда Саргинри попытался позвать на помощь. И все улики были довольно неуклюже подстроены, чтобы указать на Соню Оринкур. Едва ли она интеллектуальный гигант, но у нее есть чувство самосохранения. Она была любимицей Нодди, понимаете? Только Сэру Седрику был нужен весь куш. Поэтому... Мы пришли к взаимопониманию. Вы купили подушку-пердушку. Ага. Вы бы видели их лица. Едва ли она стала бы рисковать отправиться на виселицу за убийство старика, который бы и так, в любом случае, скоро бы умер. В ее комнате был мышьяк. Были анонимные письма, посланные убийцей. Все получили письма, кроме Сони Оринкур. И была старинная книга, которая так вовремя оказалась на виду. И согласно которой, искусство бальзамирования предполагает использование мышьяка. Таким образом, какой бы смертью ни умер старик, следы этого яда нашли бы в его останках. Еще один виток на веревке, на который должны были повесить Соню Оринкур. К сожалению для нашего убийцы, книге уже 300 лет, и мир и искусство бальзамирования продвинулись далеко вперед. Господа Мортимер и Лоу, владельцы похоронного бюро, сообщили мне, что мышьяк уже давно не применяется, по крайней мере, не ими. КОНЕЦ Мне действительно необходимо. Боюсь, что так. Это не займет и минуты. Мистер Томас Энкред, вы удостоверяете, что это тело вашего покойного отца? Лицо у него очень спокойное, видите? О, господи. Сделано, сэр. Сделано. О, да, сэр. Это Карабас. Так, каково заключение? Ну, узнаем завтра утром. Он облысел. Лыска колена. Похоже. Похоже? Да, кот тоже облысел. Доброе утро, сэр. Доброе утро, братец. Так это оно? Да. Конечно же, Скотт Вонфьярд никогда не спит. Как мы и подозревали, никакого мыштяка. Это была лишь неумелая попытка подставить Соню Оринкор. Именно. Наш убийца вполне обычен. Помесь неумелости и дьявольской хитрости. В разбавленном виде ацетат талия — это лекарство. Лекарство панталоши. Но в чистом виде это смертельный яд. Так что нужно лишь вскрыть неиспользованную бутылочку и налить смертельную дозу в порцию взвеси магнези для старика. А затем долить в бутылку с лекарством, воды и снова запечатать ее. Чистый талий. Неудивительно, что волосы у сыра Генри выпали. И у кота Карабаса. Вероятно, вылакал, когда бутылка опрокинулась. Представьте себе расхаживающего по дому лысого кота. Он мог выдать тайну. Но вот что я хотел бы знать. Зачем кому-то желать смерти старику? Едва ли из-за жадности. Он объявил условия завещания, удовлетворяющего всех, кто был за столом. Без исключения, справедливая доля каждому, кроме Ратисбона. Минуточку. Да, да, мисс, хорошо. Я пойду и посмотрю. Старший инспектор Олейн, с кем я говорю? Трой, я кое-что упустила. В тот вечер, когда вы приходили обедать, я пытался рассказать вам всю историю. Но я из тех людей, которые никогда не могут расставить все точки над «и». Думаю, поэтому я рисую, а я не фотографирую. Возможно, это не важно, но если важно, вы убьёте меня. И ради полноты... Трой, трой, помедленнее. Ну что такое? Кое-что, что сказал сэр Генри. Детали несущественные. Мой адвокат приедет к ланчу. Сначала этот ребёнок роется в моих бумагах. Теперь это! Роется в моих бумагах. Это важно? Да, это важно. Благослови вас Бог. Пока. Соня Оренкур. Что такое? Она может сделать это снова. Мисс? Мисс! Пожалуйста, Энкертон 5. Это срочно. Простите, там занято. Занято? Чёрт! Мне не важно, какая машина. Если только её не тащит, чёртова лошадь. Энкертон холл, так? Да, Энкертон холл. Мисс Оренкур. На какую станцию вас отвезти? На любую. Не важно. Просто заберите меня отсюда. О, Баркер. Ходят слухи, что мы выиграли войну. Если это так, как можно объяснить сосиску, которая так выглядит? Возможно, секретное оружие Гитлера. Седрик, ты чудак. Сэр чудак, если не возражаешь, дорогая. Прошу простить, мадам, но мисс Оренкур спрашивает, может ли она поговорить с вами? Мисс Оренкур? Да, мадам. Она завтракает на западной террасе. Баркер, ты говоришь, она ждёт, что я приду к ней? Позвольте сказать, мадам, мисс Оренкур собирается уезжать. Она попросила отнести вниз её вещи. Она уезжает? Хотите сказать, что мы освобождаемся от банного листа? Ну, я бы сказала, скатертью дорога. Мы все обходили с ней весьма по-скотски, так ведь? Поль, дорогой, эта женщина ужасна. Если, наконец, мы распрощаемся с ней, тогда я всецело в её распоряжении. На западной террасе ты сказал? Да, мадам. Задай ей взбучку, милле. Задам. Какой приятный день намечается. Я знала, что вы завтракаете, поэтому попросила принести ещё одну чашку. Присядете? Спасибо. Как можно противиться, когда тебя приглашают присесть в собственном доме? Я захотела увидеть вас перед отъездом, потому что вы худшая из них. То есть вы больше других меня ненавидите. Ненавижу вас? Моя дорогая, я никого не ненавижу. Нет, ненавидите. Я хотела сказать, что если бы ваша семейка сносно вела себя со мной, я бы с вами поделилась, чтоб не помереть. Я люблю деньги. А кто не любит? Девушке без средств тяжело жить. Но, как я всегда говорю, хорошенького понемножку. Я не жадная. Только я не хочу, чтобы со мной обращались, как с грязью под ногами. У меня есть свои чувства. Я это знаю. Поэтому мой свёкор мёртв. Да, мы слишком хорошо знаем, какие у вас чувства. Мисс Оренкур, где она? Я думаю, это приехала полиция. Если так, вам уже поздно бежать. Вас разоблачили. Нет, потому что я ничего не сделала. Я так же невинна, как цветы, которые распускаются весной. Знаете, вы должны быть благодарны мне. Я могла выйти замуж за вашего Седрика. Правда. Он всё бы сделал ради денег. Он даже женился бы. Можете себе представить, каким бы мужем он стал? Но нет. Нет, я бы этого не сделала. Может, я и не путёвая, но не настолько, чтобы выйти за него. Вам не стоит оспаривать завещание, потому что, если попробуете, я буду сражаться, а когда я сражаюсь, я обычно... Вы как раз вовремя, старший инспектор. Рад слышать, миссис Энкертон. Пожалуйста, не пейте из этой чашки. Чего это ради? О нет, миссис Энкерт, я обращался к мисс Оренкур. Я возьму её, мисс. Баркер только что сказал мне, что мисс Оренкур уезжает. Так каков был ваш сценарий? Загнанная в угол убийца совершает самоубийство? Что-то вроде этого. ГОВОРИТ ПО-ИТЕЛЬНЫЙ РАЗГЛИЙСКИЙ ИЗМЕРОВ ГОВОРИТ ПО-ИТЕЛЬНЫЙ РАЗГЛИЙСКИЙ ИЗМЕРОВ Теперь все будет в порядке, мисс Добрая старушка Трой Держала в руках разгадку, не зная об этом Сар Генри сказал ей, что кто-то рылся в его бумагах Что если эти бумаги были черновиками завещания? Если так, кто, скорее всего, их нашел, как не Милимант Энкред? Итак, она знает Есть два завещания Она знает содержание обоих И она знает, что сэр Генри собирается огласить условия лишь одного из них Итак, она видит возможность раз и навсегда положить конец колебаниям старика Она заказывает лобстера к праздничному пиру И на тот случай, если лобстер и шампанское не достигнут цели Она протягивает им руку помощи Она добавляет в магнезию старика Смертельную дозу талия Затем она отливает дополнительную порцию на всякий случай На какой случай? Если старик огласит завещание номер два То, в котором он оставляет все свои пожитки Соне Если он так сделает, мисс Оренкур не доживет до того, чтобы воспользоваться ими Едва не получилось Как сложно, когда женщины используют яд Они никогда не знают, когда остановиться Особенно в случае с женщиной, которая претендует на то, чтобы быть самой разумной из матерей Но для которой сын — конец и начало всей ее жизни Она все отдала ради этого ничтожества Она бросила карьеру актрисы И стала бесплатной экономкой у Сэра Генри Рабочей ложью И все ради того, чтобы Седрик стал наследником Все хорошо, все хорошо Когда сэр Генри подписал тем вечером второе завещание Обожаемый Седрик был оставлен за бортом А ненавистная Соня оказалась у руля Когда мисс Оренкур объявила о своем решении уехать сегодня Для Миллимонт это была последняя возможность Ну, мне жаль только кота Пока-пока, ребята Пока-пока Добрый день Добрый день Я понимаю, что мы пропустили время ланча Но если вы сможете что-нибудь сделать для нас, мы были бы чрезвычайно благодарны По правде сказать, вам повезло Какая-то леди пришла меньше получаса назад Мы проявили к ней милосердие Есть то, что осталось от бараньей ноги Хватит на двоих Сэр, вы величайший из людей Знаете, братец Если я когда-нибудь женюсь, так только на дочери из землевладельца Снова Шекспир, сэр Баранина, вообще-то говоря Тогда я могу посидеть в баре и выпить бренди с водой Трой Ну, вы даже не сказали, кто это сделал Озвучил по субтитрам Иннокент 33, март 2014 года Перевод субтитров Кроликова М Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok